Всем привет! Сегодня у нас очередная видеокарточка от моего любимого вендора Gigabyte. Карту за 300 тысяч принесли в обычном пакете и с самым, что ни на есть, минималистичным описанием дефекта, что карта просто не включается и не выдает изображение. Перед нами Gigabyte RTX 3090 Gaming OC. Пожалуй, одна из самых популярных видеокарточек среди 3090 на сегодняшний день и, как ни странно, одна из самых часто приносимых ко мне в ремонт. Причины, по которым эти карточки попадают ко мне, самые разные, но в большинстве случаев ломаются они по вине самих пользователей. Те начинают ставить на них водоблоки, менять термопрокладки, разумеется, что-то идет не так, либо коротят, либо сносят на мелочевку или какие-то компоненты. Одним из главных недостатков этой модели, помимо охлаждения видеопамяти и термопрокладок, я считаю решение с дополнительным питанием. Оно здесь весьма костыльное и очень много видеокарт приходило как раз-таки с заломом либо даже уже прогарами непосредственно самих контактов внутри 8-пинного коннектора. Учитывая описание дефекта, начать стоит с замеров основных сопротивлений на поиск коротких замыканий и, в принципе, заниженных сопротивлений. По 12 вольтам у нас никаких проблем нету и аномалий. Соответственно, проверяем и доп. питание, и питание с разъемом PCI-Express, потому что они запитывают разные участки нашей платы. Также питание контроллера PCI-Express, оно у нас в норме, и 1,8 вольт. Без него у нас тоже ничего работать не будет. Питание в видеопамяти и в 3000 линейке на ГА-102 добавилось основное питание NVVDD и дополнительное питание MSVVDD. Раз коротких замыканий мы с вами не обнаружили, стоит предположить, что проблема у нас, скорее всего, по питанию. И только теперь мы можем подключить нашу карту через райзер к лабораторному блоку, где выставлено 12,5 вольт с ограничением тока в 2,5 ампера, что для ГА-102 вполне себе норма. При 37 мА потребления на карте у нас присутствует только 5 вольт. Следующее питание 1,8, которое участвует в том числе в формировании других питаний на видеокарточке, отсутствует. Но для примера я все же решил показать, что остальных питаний без 1,8 у нас точно на плате не будет. Поэтому займемся его поиском. За линию 1,8 вольта на плате отвечает AOZ2261 под позиционным обозначением U3. Разумеется, для того, чтобы шимка у нас работала, она должна быть запитана, и 5 вольт на нее приходит, и должен быть разрешающий сигнал, ну, сигнал запуска Enable, который приходит на вторую ножку, но которого в нашем случае нет. Настало время обратиться к схеме. Благо и бортвью, и схема есть в наличии на данную карточку. Если кому интересно, вся эта документация есть на моем Google диске, ссылки в описании. Очень часто люди спрашивают. Итак, имеем мы нашу 2261AOZ, и видим, что сигнал Enable PS1V8EnableR на самом-то деле формируется из PS1,8 вольта Enable после прохождения через резистор, ну, просто для обозначения. Копируем наше вот это вот название сигнала, вбиваем сюда, пролистываем, и что мы видим? У нас выходит этот сигнал из логики, то есть на вот эту логическую пятиножку, которая, кстати говоря, выходит из строя достаточно часто, должно приходить на первую ногу напряжение, высокий уровень, и на вторую, соответственно, тоже. На первую приходит PS5V PowerGood, то есть, по сути, PowerGood нашей 5-вольтовой шимки, которая у нас в наличии, и PSV Mon PowerGood, соответственно. Вот с этим сигналом все немножечко сложнее. Давайте посмотрим, что у нас в наличии есть. 3,3 вольта, запитывающие нашу логическую пятиножку, присутствуют. На первой ноге PowerGood с шимки 5-вольтовой также есть, а вот на второй PSV Mon PowerGood у нас, к сожалению, отсутствует. И вот с ним нам как раз сейчас и придется разбираться, куда он пропал. На моей практике достаточно часто так себе вели как раз логические пятиножки, которые сажали сигнал Enable, либо PowerGood какой-нибудь на землю, и, соответственно, их замена, как правило, решала проблему. Сопротивление на втором выводе, где у нас отсутствует сигнал, всего 4 Ома, и это наталкивает на мысль, что, возможно, это тот самый случай. Но прежде чем начать курочить плату, давайте посмотрим, куда наш магический PS V Mon PowerGood вообще идет и где используется. Ну, во-первых, из ключа Q255B, ну это сдвоенный ключ, он у нас как раз-таки должен выходить, судя по всему. Но мы с вами знаем, что, условно, в этой точке у нас короткое замыкание. Давайте посмотрим, куда еще. На вторую ногу при запуске MSVDD и в том числе с Q7 при 3,3-вольтовом PEX Monitoring. Но сразу хочу сказать, что в данном случае у нас он не распаян, не задействован. То есть это вариации просто разводки платы. Также PEX Input, и здесь у нас сразу 4 подозреваемых, которые в теории могут садить наш сигнал PS V Mon PowerGood на землю, так как здесь через нулевой резистор он идет дальше у нас на плату. Соответственно, дабы сразу отсеять ту зону, в которой действительно имеет смысл искать, я решил снять этот резистор R540 нулевик и понять, с какой стороны. Со стороны этих четырех транзисторов или же со стороны непосредственно того, где у нас сигнал находится. Как вы могли заметить, заниженное сопротивление у нас осталось все-таки со стороны сигнала, и данные четыре транзистора вообще не при дела. Давайте посмотрим, до каких, так скажем, масштабов сузился наш круг подозреваемых. Ну, во-первых, Q255 не забываем, логику U212, где задействуется наш сигнал, и логику U44. Поэтому будем методом исключения подбираться все ближе и ближе. Для простоты диагностики при помощи паяльника и флюса я приподниму первые три вывода наших логических пятеножек, тем самым отрезав их от области заниженного сопротивления. Ну и если дело будет не в них, то подозреваемых останется не так уж и много. Что и требовалось доказать. Заниженное сопротивление осталось у нас на нашем сдвоенном ключе Q255. Давайте же разбираться, откуда оно там взялось, и виноват ли в этом сам ключ, или же все так, как должно быть. Более внимательные, я думаю, уже поняли, в чем дефект, а для всех остальных хочу объяснить, зачем я выбрал столь длинный вариант диагностики. Ну, во-первых, я хотел продемонстрировать все свои ошибки и косяки, а во-вторых, показать, что иногда проще проверить конкретные устройства на какие-то типовые болячки, скажем, с той же логикой. А теперь запаситесь терпением, и я постараюсь объяснить, что здесь происходит, ну, по крайней мере, так, как вижу я. На выводе PS Vemon Power Good у нас занижено сопротивление. Это мы с вами выяснили, и причиной тому, по сути, вот этот сдвоенный ключ Q255. Почему так происходит? Дело в том, что все замеры производились при подаче питания, и карточка не успевала полностью все питальники опустить в ноль, условно. В результате получалось, что некоторые узлы отрабатывали, и в данном случае у нас поднимался сигнал PFM Skip, который, в свою очередь, открывал вот этот ключ, и он у нас просаживал все это дело на землю. Соответственно, мы здесь наблюдали с вами 3 Ома примерно. Почему так происходило? Если мы разберемся про этот PFM Skip, то он, в свою очередь, формируется следующим образом. От 5-ти вольтовой линии через диод. Собственно, вот он у нас, по сути-то, и есть, получается. То есть здесь у нас где-то 4,6 вольта. Дальше он идет здесь через R334 нулевик, и идет дальше в 25-й контакт нашей микрухи, а именно НЦП-45491. Это не что иное, как 4-х канальный вольтаж-бас и 4-х канальный хайдсайд-курент-сэшунт-монитор. Можно перевести на русский как просто микруха, которая мониторит и напряжение, и ток посредством падения напряжения на соответствующих шунтах. Но вернемся к нашему ключу Q255. Мы с вами выяснили, что PFM скип у нас составляет 4,6 вольта, соответственно, открывая этот ключик, он садит весь наш этот сигнал на землю. К слову, забыл добавить, что R308 здесь не распаян, и я так понимаю, что вот это может замениться просто вот этим резюком. В результате я пришел к тому, что у меня отсутствует BS-OCK. Это своего рода Power Good для нашей шинки 45491, потому что если он есть, то, соответственно, наш узел отрабатывает от 3,3 вольт подтяжек через 10 кОм, то у нас здесь получается высокий уровень, и он, в свою очередь, открывает первую часть, назовем вот так, ключа Q255, который просаживает PFM скип, по сути, на землю. В результате этот ключ у нас не открывается, и на PSV Mon Power Good у нас, соответственно, высокий уровень и никаких проблем не наблюдается. Соответственно, все приходит к тому, что проблема изначальная была всего-то навсего в НЦП 45491. Разумеется, за кадром я ее уже поменял, и нет, дело не в ней. Здесь дефект куда проще и куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но для этого нам надо с вами обратиться снова к даташиту. Пролистываем практически в самый низ. Видим здесь возможность сразу подключения двух таких микрох, и взаимного, так скажем, мониторинга, что, кстати, используется на большинстве топовых видеокарточек трехтысячной линейки, то есть и двухтысячной тоже в том числе. Там сразу два таких монитора, и выход из строя хотя бы одного сказывается на запуске всей карты целиком. В результате нас интересует вот эта часть, и здесь нас как раз-таки интересует наш сигнал, отсутствующий BSO. Дабы не ломать комедию, давайте сразу переведем и посмотрим, что это вообще такое. Если вкратце, можете нажать на паузу и прочитать, что это такое. Но в любом случае BSO у нас будет формироваться и будет, так скажем, хоть чего-то составлять вместо нуля, который у нас сейчас не есть, то есть высокий уровень. Только в том случае, если на BSO IN X, то есть X в данном случае это номер, будут формироваться напряжения меньше 0,2 вольта. То есть там не должно быть нуля, но в то же время должно быть, ну, что-то в районе около 0,2, но не больше, там 0,18, 0,17 или типа того. Поэтому наша задача сейчас сводится к тому, что мы должны с вами проверить, а формируется ли на всех контактах непосредственно по схеме, вот он, BSO IN 1, BSO IN 2, BSO IN 3, ну и 4 соответственно. Высокий уровень, то есть, ну, в данном случае где-то 0, как я и сказал, 18 вольта. И если нет, то в чем же причина? Погнали мерить. Нас интересует 3, 6, 11 и 14 вывод, соответственно. Начнем с 3. На вот этом конденсаторе самый простой вариант замерить. Видим, что у нас нет ровным счетом ничего. На 6 контакте, в свою очередь, видим уже как раз-таки что-то типа меньше 0,2 вольта. Так же, как и на 11, ну и забегая вперед, скажу, что и на 14 тоже все есть. То есть, у нас проблемы как раз-таки вот в этой области. На контакт на третью ногу, BSO IN 1, у нас не приходит нужный уровень сигнала. В свою очередь, 0,2 вольта или меньше у нас отсутствует. На третьем выводе по той причине, что на R840 резистор, так же, как и на R457, не приходит 12 вольт, которые должны приходить с шунта 12-вольтовой линии, которая с PCI-Express слота идет. А вот почему это самое интересное. Куда же делись наши 12 вольт с нашего токоизмерительного резистора с обратной стороны? Собственно, вот он. И здесь я уже даже немножечко снял лак, дабы проверить, точно ли мне вот где-то здесь у нас обрыв. И даже его я снимал. Но нет никакого брака и обрыва в этой области нет. Для простоты замеров я сейчас буду смотреть не относительно него, а относительно предохранителя, так как он стоит последовательно. Ставим один чуб на предохранитель, где у нас должно быть 12 вольт, а вторым касаемся наших резисторов, где у нас 12 вольт почему-то нет. Видим на одном 4,2 мегаома, а на втором порядка 70 килоом. Это все говорит нам о чем? Правильно, на плате у нас присутствует обрыв. После этого я немножечко как-то загрустил, уже был вечер, уставший, потому что провозился с этой карточкой достаточно много. Посовещал со своим коллегой, с одним из канала Mafia67, и он предложил мне посмотреть бортфью именно в слоях, чтобы примерно спрогнозировать, в каком участке, в каком месте мог произойти этот самый обрыв. В результате действительно это помогло. Я увидел, что эти контактные группы идут прямо с этого места вдоль Psi Express разъема и до нашей микрухи. В результате после внешнего осмотра, который является 80% гарантии успешного ремонта, как говорится, я обнаружил небольшой надломчик. Ну как небольшой, на самом деле большой, к сожалению, у нашего как раз таки Psi Express слота. После этого я созвонился с клиентом и услышал историю, что карточка была куплена в составе системника, привезена из штатов. Ну и тут опять же все сложилось, потому что карта, видимо, транспортировалась вставленной, тяжелый охлад вместе с тряской, но придали силы и надломили вот этот вот как раз таки участок. В результате, что нам сейчас с вами предстоит? А предстоит нам следующее. Во-первых, масштабы произошедшего весьма не грустные. Сейчас вы можете видеть, что количество линий, которые там идут и повреждены, немаленькое. К счастью, с торца я посмотрел, что надломлено порядка где-то, наверное, 40-50% этого участка. Но это все равно особо не отменяет того, что придется все это восстанавливать и рассверливать в любом случае. Потому что там контактов помимо наших вот этих двух, которые точно в обрыве, достаточно много, и они тоже могут быть повреждены. Писать этот весь ремонт я не буду, потому что, во-первых, у меня сейчас до сих пор нет камеры на лейку, к сожалению, приношу свои, так скажем, извинения. А во-вторых, ну, работы здесь действительно предстоит очень много, поэтому я вам продемонстрирую промежуточные и, надеюсь, итоговые результаты. Поэтому будем надеяться, что все получится. Поехали! Я думаю, многие из вас знакомы с процессом устранения прогаров. Тут тот же принцип. Сначала грубой насадкой счищается основная масса текстолита, а потом шлифуется более мягкой. В результате нам нужно восстановить контактные группы сразу в двух слоях. В самом глубоком у нас располагаются контакты, поврежденные от нашего шунта, и поэтому карточка у нас не запускается, а в том, который повыше, контактные группы, идущие в разные участки нашей видеокарты, в том числе к ДРМОСам. В результате это все делается поэтапно, заливается раза 3-4 лаком, чтобы придать монолитность конструкции. Ну и финальный, опять же, вариант вы можете видеть на экране. После того, как лак высох, подаем с лабораторного блока питания и видим, что карточка потребляет 2,2 А, что абсолютная норма для видеокарт 30-й серии на ГА-102. Подсоединяем все это дело в тестовый стенд, вертушки я подключать не стал, и проверяем, появилось ли долгожданное изображение, и, к сожалению, нет. Карта гвоздем висит на B2, не туда и не сюда. После всего этого я принял решение посмотреть повнимательнее карту на наличие, опять же, каких-то сбитых компонентов или даже оторванных. Из интересного обнаружил, что некоторые чипы памяти ведутся на прижим, а именно те, которые располагаются рядом с повреждением в канале А. Поэтому принимаю решение снимать и с лицевой, и с обратной стороны, дабы перестраховаться и понять, в каком состоянии находятся пятаки под этими чипами. И да, действительно, к сожалению, оторванные контакты присутствуют. Тут, конечно, встает главный вопрос, менять эти чипы памяти, или же можно восстановить контакты, или же там просто оторваны пустышки, либо контакты, которые дублируются. Возвращаемся к BoardView и проверяем, какие контакты у нас пострадали. В моем случае это контакты питания и земли, они дублируются, поэтому ими можно пренебречь и просто отреболить данные чипы видеопамяти. На плате, в свою очередь, очень много пустышек отлетело, и всего два поврежденных контакта, которые также восстанавливаем, и проверяем, появились ли изменения. Тем временем идут уже третьи сутки ремонта сей чудесной видеокарточки, и давайте же посмотрим, начала ли она запускаться. Как можем видеть, посткоды бегут, бегут, бегут. B2... Нет! А-а-а, боже ж ты мой! Видимо, ремонт продолжается. Ладно, пошли смотреть, что там еще может быть такого. Ситуация с чипами памяти надоумила меня поднять видеочип и посмотреть, а что происходит под ним. И как оказалось, не зря. Под ним был оторван один контакт, и его, собственно, пришлось восстанавливать. Для этого я использовал медные выводы, купленные на Алиэкспрессе. Достаточно удобная, кстати, штука. Ну а дальше, как обычно, при помощи флюса и паяльника, убираем старые шары и оплеткой зачищаем все это дело от старого припоя. После чего ставим наш видеочип, нанося немножечко флюса, в станцию для ребола. Поверьте мне, она сильно вручает, когда приходится реболе действительно на большие видеочипы. Ну и после этого выставляем на нижнем подогреве 200 градусов, а на фене минимальный поток и 300 градусов. При такой конфигурации чип не поменяет свой цвет во время ребола, ибо часто приносит карточки после других сервисов, где чипы реболят, судя по всему, только при помощи фена, выставляют там 400-450 градусов, и потом удивляются, откуда появляются волдыри, и почему чипы такие черные. Слипшиеся шары я поправил за кадром. После того, как чип остыл, кладу его в ультразвуковую ванну с обычным спиртом, и через 2-3 минуты после того, как он там почистился, при помощи вот такой штуки убираю остатки спирта, и, как можете видеть, на выходе получаем чип в идеальном состоянии. А дальше, как обычно, дело техники, наносим флюс, ставим на паяльную станцию и запаиваем. В общем, надеюсь, блин, в этот раз она запустится, потому что уже трое суток пролюблено на эту шикарную видеокарту за кучу денег. 32, 35, 40 и... B2. B2! Ну, а дальше следовало много нецензурной лексики, и теперь давайте поподробнее остановимся на дальнейших этапах ремонта. Тут нам, конечно же, поможет маться, но, забегая вперед, сразу скажу, что я думаю, многие, как и я, испытывают некоторые проблемы с диагностикой свежих карточек 30-й линейки. Дело в том, что они перестали себя вести как видеокарты тысячной или двухтысячной линейки, то есть в нашем случае тысячная хоть как-то прогружалась после того, как были какие-то проблемы с памятью. Двухтысячная, в принципе, выдавала изображение, даже если каких-то чипов памяти нету. А вот трехтысячная при проблемах с видеопамятью или с ГПУ, она просто висит на B2, и загрузить матс просто не представляется возможным. Тем не менее, есть способ загрузиться со встройки и прогнать нашу карту при помощи команды, связанной с модсом, как это было примерно на майнинг-версиях видеокарточек, но при этом результат не всегда стабильный. То есть, как правило, в таких случаях, даже если с одним чипом видеопамяти проблема, ошибки будут по всем чипам видеопамяти. Как же поступать в таком случае, спросите меня вы, и да, здесь есть выход. При помощи стандартной команды МОДСа прогоняем нашу карточку и смотрим странный результат. У нас появилась графа тренинг статус и шесть каналов от нулевого до пятого, то есть у нас 3090, на ней 24 чипа памяти, по шесть каналов соответственно, и только у одного отличающиеся показания с восьмеркой. Я принял решение поменять чипы из первого и последнего канала, которые у меня, собственно, были проблемные в первом, местами, и проверить теорию, что это непосредственно ошибки по какому-то конкретному каналу. Да, он не указывает на конкретный чип, как раньше, но сузев, так скажем, область поиска до канала, это уже сильно помогает. После чего можем видеть, что показания в пятом канале, то есть который шестой, у нас поменялись. Соответственно, метод работает, за что отдельное спасибо Василию Галкину, который меня к нему подтолкнул. Заменив сбоенную видеопамять, давайте посмотрим, повлияло это как-то на результат. Я не знаю, если она сейчас не запустится, что делать. Чё-то смеёшься, чё-то смеёшься. Б2. Просто сальто надо назад делать в компьютер и ломать себе шею. Сука, заработала. Четыре дня жизни. Четыре дня жизни. Но если вы подумали, что на этом всё и карта починена, то спешу вас огорчить. После того, как я собрал карточку, то заметил, что в формарке она потребляет не больше 75% своего ТДП и работает на пониженной частоте. Поэтому разбираем карту по новой и ищем причину. Начать решил с самого простого, а именно с проверки фаз питания нашей видеокарточки. И в данном случае питание MS-VDD первая и третья фазы почему-то у меня не активны. После всех замеров обнаружил, что нет разрешающего сигнала MS-VDD DRV ON, который, собственно, и запускает наши фазы. Давайте посмотрим, где я мог потерять данный сигнал в слоях. Для удобства выделим нашу дорожку и отключим верхние слои. Вот теперь она у нас подсвечена белым и идём вдоль неё. Идём, идём, идём. Она у нас идёт вдоль всего PC-Express слота. Дальше, с обратной стороны, она идёт через контакт переходной, так скажем. Выходит здесь и здесь. И видим, что она проходит у нас снова рядом с местом происшествия наше. После чего я решил ещё раз всё это дело внимательно осмотреть. И я замечал до этого там трещинку небольшую, но не придал ей значения. А в результате вот эти две дорожки, они у меня просто-напросто были оборваны, оказывается, сразу в двух местах. Поэтому по новой всё это дело высверливаем, восстанавливаем, локируем и проверяем результат. Только после всех проведённых операций карта стала работать с нормальным ТДП и с нормальными частотами. Стал бы я чинить эту видюху, если бы не было схемы board view и тем более board view в слоях. Если честно, затрудняюсь ответить на этот вопрос, но, скорее всего, нет. Потому что объём работ был бы просто безумным. Также мне интересно, напишите в комментариях, какое количество клиентских карт по видеочипу, висящих на B2 3000 линейке, приговорили вы. Интересно посмотреть на статистику. А на этом всё. До скорых встреч. Пока. Вообще, после таких ремонтов начинаешь задумываться на какие-то высокие темы. И у меня предложение к ремонтному сообществу ввести новые, так скажем, титулы кандидата, мастера спорта по ремонту видеокарт и мастера спорта по ремонту видеокарт. Как и с ноутбуками, то же самое. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому предложению.